у нас сегодня новый велосипед от олега это двойной двухподвес а нет это просто двухподвес потому что в принципе спереди получается тоже стандартная пружина когда ты будешь чуть-чуть рулить у тебя педали из-под ног уйдут я не поеду на нем покатить хочешь покачу переключатель передач на переднем колесе ты зажал тормоз багажник для путешествия там сейчас пропорите мне кажется на гвоздях я думаю это я думаю нормально шартуны короткие потому что иначе не влезаю даже я видишь то есть я не смогу да в любом случае ну к сожалению это получилось слишком длинно слишком длинно можно ты поддержишь я попробую еще раз по ровной дороге там было непонятно никак можно я попробую а ты потом а если лезть мне кажется можно подальше подвинуть нет здесь намного удобнее потому что руль к тебе ближе во первых руль ближе во вторых тут параметры такие то есть он более управляемый давай попробуем он более управляемый и руль когда к тебе нужно просто один раз как бы поехать и все нормально тихо 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 и без запаса по длине ноги поехать не получится ну и наверно как говорится по синей дыне тоже я думаю не очень сейчас ну ладно хорошо надо собрать слушай классно вот у тебя запас есть ну у меня запас тоже нет на самом деле а как это выглядит ну это вот так вот видишь то есть вот это нога полностью вытянута нога полностью вытянута должна стоять на пятке а у тебя получается на носке а на носке она чуть-чуть согнута у тебя короче ноги что ли ну да то есть соответственно соответственно на это и все и все Олег уехал в закат и все удобнее потому что намного ближе блин ну слушай когда реально поворачиваешь все сразу в ногу упирается колесо и вообще нереально становится потому что надо это ноги мне кажется короткие я на нем сам еще не ешь буквально с начала недели а почему так далеко педали? чисто для удобства? по росту, по росту человек педали для того, чтобы при максимальном срабатывании подвески колесо достаточно большого размера не било в раму потому что есть подвеска но прикол в том, что на самом деле тут получается неплохой запас даже с большим колесом а запасы этого не подразумевалось и соответственно, что я мог влезть и поставить нормальные длинные шатуны ну и мог бы взять кто-то поменьше ростом к сожалению, сейчас это полностью самосбор да, абсолютно полностью самовар и подвеска, все это полностью самостоятельно нет, амортизатор, разумеется, длины а все остальное, да все остальное, вот заказывают а тормоз только передний? тормоз пока только передний потому что для проводения заднего это мне тросика не хватает нужен либо там в дену, либо, скорее всего как на том это я просто закажусь а, самого тросика не хватает гидролинию нужно, это особо длинную далеко слишком, да? да, рубашку можно сколько хочешь а тросики они двухметровые да, а тут не хватает буквально сантиметров по-моему, пятнадцать ну а смысл вот элегератора в чем именно, то что быстрее? во-первых быстрее, во-вторых, о! гораздо удобнее то есть меньше устаешь? ээээ, устаешь в зависимости от того, как сильно педалишь вопрос в том, что так как я педалю с такой же силой то я, этот, на обычном сидячем лежу тридцать километров в час а на этом тридцать пять но при этом оно гораздо удобнее не устают кисти это не устает жопа что ж... а спереди сром ну это как бы без разницы это просто этот это просто, это просто кутилки переднего переключателя она как бы это... ее можно на что угодно она этот, она многопозиционная а шифтер? да, это просто шифтер прикольно, такой вынос огромный прям давайте поэкспериментируем на ребенка Олесь, зачем ты кружку вынесла? попробуй прокатиться Олесь я бы конечно еще попробовала, но реально на ноги не дотяну ну хватит проливать на себя идиот, льется на штаны а это как? давай, я держу я держу я держу я держу я держу это да Олесь, садись это производится... ой, какой велик это производится то есть отдельно в Голландии это тоже для Легерадос да, специально для Легерадос нет, это не в Голландии по-моему в Украине, наверное на Украине где делался прошлый это, по-моему, в Чехии ну что, Олесь, попробуешь? давайте только не в машину, а... в твоих тапках опять, Олесь, в моих тапках в Тип-клапах в Тип-клапах но, проблема в том, что скорее всего ну, попробуй сесть в Тип-клапах у нас у тебя поддержат я беда я дорогу я держу райдер в тапках тапочки колхоз о господи, я боюсь меня в подушке нет, слушай, не мог Как его управлять? В правом, влево. Олеся, всё, ты едешь сама. Давай крути, крути, крути. Я боюсь. Мамочка моя нет. Смотри, едет. Всё, поехали. Ой, а можно мне ещё раз попробовать? В обратную сторону. Слушайте, надо вдвоём. Олег, на этом велосипеде нужно женское сиденье второе. Спереди. Так, сейчас, одну секунду. А, так, ладно, попробуем. Так, я пытаюсь развернуться, почему-то налево очень сложно поворачивать. Так. Вау, прикольно. Что ты в тапках-то моих? Кто их сейчас будет мыть? Какие заказы себе собирала? Какие ты охранила? Что? Заказы? Ты в тапках вышла, в моих. Ну, их надо помыть теперь. Ты ходишь по асфальту. Ах. Ах. Я чувствую, что ты держишь на зависие. А так я вообще... Как атака? К лежачему положению привыкать нужно. А так, в принципе, на самом деле ничего сложного. Блин, прикольно сейчас было, когда легла прям. Ну, я говорю, надо один раз поехать, и ты поймешь, как это. По асфальту хорошо. Ну, ладно, короче, если что, потом еще тогда заеду. Да. Вот и все, я пришла, все уходит уже. Ну, может попробовать еще. Какое тебе дело? У тебя длиннее ноги, чем у меня. Как говорится, чем занимаюсь. То есть, вот, видишь, после установки более длинного тутоморса, у меня изначально был такой же, теперь видишь, ровно, четко, прямой угол рулежки. То есть, вот, вращаешь право-влево, никуда это, при этом, он велосипед не заваливается. Что очень важно, потому что центр тяжести находится близ к кулевой трубе. Олег, здесь регулируется, здесь регулируется, здесь регулируется по-всякому. Ну, специально для этого делается. То есть, в принципе, когда все окончательно под себя настроил, чтобы удобно было, можно заказать, то есть, отдельную, целиковый, наверное, задъеду. Отдельно, отдельно целиковый ВУМ, который регулироваться не будет, но он будет легче, прочнее и аэродинамичнее, чем вот такая вот шняга. То есть, как говорится, с ним можно, наверное, километр в час скорости ворует. Ну, вот, это и этот, то есть, но без регулировок. То есть, сейчас, в принципе, у меня, вот, сейчас у меня положение реально все устраивает, очень удобно. Подъезды здесь обязательно, особенно вот здесь, я не понимаю, зачем здесь. Так в этом и была фишка. Он хотел как раз. Дороги. Вот как раз-то наоборот. Потому что спереди это, то есть, центр тяжести смещён наперёд, поэтому... Ты же здесь лежишь. Лежу-то здесь, а центр тяжести, у меня... Центр тяжести, он в районе живота. Так, соответственно, вот, смотри, ближе к какому колесу центр тяжести, к переднему. То есть, тебя отдают в руки, если без этого. Да хрен с ним, с руками. Меня, во-первых, подбрасывают в кресле, во-вторых, можно запросто пробить по крыльгу. То есть, можно обойтись без этого, но не без этого? Это как? Обычно передние приводные лекаты реально без передней подвески. Потому что сделать переднюю подвеску из очень хитрых извратов, которые я придумал сам лично, вот такого формата, очень сложно. Но это... И поэтому людям приходит смириться с тем, что сзади подвеска есть, а спереди тебя колбасит. То есть, это... Ну, ноги прыгают на педалях. В принципе, с этими сконтактами педалей это не очень заметно, потому что ноги не спадают, но неприятно. То есть, вот, допустим, ездил я на аппарате, вот, в своем предыдущем, оранжевом, который тоже передней приводной, тоже такого же типа, но подвески передней нет. Я ездил в угличе обратно, через Колязин. То есть, дорогу, не знаю, представляете ли там дорогу или нет, но дорога там адский ад. То есть, этот... Ну, в общем, сплошно это. То есть, сплошные раздолбы. То есть, было... Мало того, что было неприятно, когда я приехал обратно, я не досчитался трех болтов на роторе. То есть... То есть... То есть... Вот. Вот, 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 вот они привод. Ротор прикручен шестью болтами. Когда я приехал, три из них раскрутились и потерялись. То есть, то есть, вот, вот, насколько все колбасило. Я нашел один недочет Куда крепить фонарик? Ааа, видишь болт? Да, вижу болт Я думал, это ликтофотика На этот болт Будет прикручен напечатан на 3D принтере Который сейчас, до вас руки не дошли У тебя есть 3D принтер? Да, напечатан на 3D принтере крепление На которое прикреплю фонарик И будет вообще зашуметь Потому что в этом месте Свет не будет Бить по этому По ногам А вот здесь будет по ногам бить? Нет, здесь будет этот Здесь просто некуда А, нет А, кстати, 3D принтер для него Разный материал? Да, ну у меня просто этот У меня обычный пылай тип ПЭТ То есть, короче, у меня обычный пластик Есть всякий хитрый тип ПЭТа полюбит